Друзья, приветствую вас на моем канале, заказали мне текст из Библии, значит это книга Пророка Исаии, 41 глава, 13 стих. Здесь такое слово. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Этот стих я должен для начала выписать. Значит, беру тетрадку. Стихи обычно, которые мне заказывают, я их выписываю. Беру тетрадку и выписываю. Я уже, правда, писать начал, но хочу вам показать, как я пишу тексты. Значит так. Ибо я, Господь, Бог твой. Сейчас выпишу, покажу. Выписал я текст. Выписал я текст. Теперь я смотрю на доску, которая у меня есть. И смотрю, какие слова, как поместить. То есть, как разделять этот текст по строчкам, чтобы все вмещалось правильно и было красиво читаемое. Значит, ибо я, я вынес в начало. Вторая строчка будет, Господь, Бог. Твой у меня сюда не помещается, поэтому я переношу слово «твой» сюда, вниз. Держу тебя. И дальше. За правую руку твою. И вот наискос у меня вышло всё красивенько. А теперь я хочу показать, как я вырезаю для тех, кто учится по моим видео писать тексты и буквы. Вот этого я не делаю. Вы видите, я каждую букву вывожу. Я делал это так в самом-самом начале лет 15-18 назад. Каждую букву я пишу. Первый контур – это сама буква, сама строчка. Второй контур – это то, что вокруг. И между первым и вторым контуром я разукрашиваю в цвет. Так мне будет легче и понятно, что мне выбирать. Для моей же резьбы мне достаточно вот такой вот плитки. Я разбиваю доску сначала на строчки. Потом делаю такие плитки. Каждая плиточка под одну букву. То есть это то, как я режу сейчас. Единственное, что я могу в каждом квадратике, плиточке написать, вот как здесь написано, буковку, которая будет здесь. Но для вас я напишу этот текст сейчас, чтобы вы видели, что я буду вырезать. И вместе мы с вами вырежем это. Вот то, что я говорил о таких буквах, как Ш, Щ, буква Ю, правую. У меня в этот квадратик буква Ю не помещается. Я могу ее вместить, но она будет некрасивая по сравнению с этими. Вот тут буква Ж, я ее даже немножко вытянул и сыграл на пробеле. Значит, правую Ю я выйду из квадратика. Сделаю ее пошире. Вот она у меня, буква Ю. Потом мы будем это закруглять. Это потом. Но я рисую, чтобы было для вас видны все буквы. Правую. И между буков идет пробел. Правую. И этим пробелом мы сыграли. За правую руку. Вот как буква С. Ну, для начала вырезаются плитки, а потом буквы. Просто я сделаю этот рисунок, чтобы вы видели сразу то, что я буду резать. Я буду резать, и вы все поймете. Друзья, вот что у меня получилось. Все это я делал для вас, чтобы вы понимали, что мы будем резать. То есть, кто смотрит первый раз мое видео, не спешите уходить и думать, что это за буквы такие некрасивые. Посмотрите, какой будет результат. Так, значит, резать я буду все одним резаком. Вот таким вот топориком. Что нам нужно сделать? Нам нужно убрать все черное. Начнем мы с линий, которые проходят между строк. Так, у нас здесь есть одна и краткая, и вторая и краткая, и большая буква. А так у нас сплошные линии. Значит, начинаем провязать. Ставлю резак на искос. Здесь у нас таки широко целый сантиметр. Поэтому вот я ставлю резак с большим уклоном и провожу. Не сильно могу за два, даже за три раза провести. Дохожу до и краткой. Здесь легонечко, легонечко, чтобы не срезать шляпку у и краткой. И, когда прошел шляпку, носик опять углубляю и довожу до конца. Значит, прорезаю я линию, где у нас и краткая буква, и где большая буква, я сразу по букве отсекаю. И где и краткая тоже, отсекаю, тоже ставлю наклон, чтобы от каждой буквы был наклон от нее. Отсекаю с одной стороны и с другой стороны. И теперь вот эти штуки можно вытаскивать. Также и тут вначале можно отсечь, где необходимо. И по линии, если где-то криво пошел, вам видно, видно. По линии подравниваю немножечко. Вот так. И так же здесь выравниваю. Ну и здесь можно прорезать над большой буквы. Вот этот промежуток. Вот он прорезан. Это главное усечь. Потом вы будете делать это по-своему. Мне нужно было работать с текстами, поэтому я выработал для себя вот такой вот простой вариант, как резать таблички, тексты. Вот еще одна у нас цельная линия. Наклоняю резак. Вот у меня как рука ложится. Вот. Так я и веду. Сильно не напрягаясь, можно за два раза пройти, за три, если надо. Потом это можно все подравнять. Так что гераклом здесь быть не обязательно. Если это липа, мягкая порода, липа, тополь, осина. Отсекаем здесь. Вот видите, как получается кусочками. Значит, где-то держится. Мы повторяем эту процедуру. Под тем же наклоном. Тут у меня сучок идет большой. Если посмотреть, видите, идет сучок. Поэтому здесь вот он держится. Но ничего. Сучки в липе тоже мягкие. Бывает сучок мягче самого дерева в липе. Вот так. Вот, значит, у нас уже вот что получается. Мы отделяем строчки друг от друга. Не напрягаясь, проведем линию. Проводим еще. Здесь вот в эту сторону отсекаем. Потому что здесь у нас вторая линия. Будем проводить. Буква будет резаться под этим наклоном. А здесь будет под этим. Так что и тут также отсекаем. Теперь можно подровнять по линии. Вот так, чтобы было ровненько. В принципе, эти буквы, кто не первый раз смотрит, эти буквы у меня будут стариться. Будут делаться на них трещинки, сколы. И это не суть важно. Подравнивание это не суть важно. Можно просто быстро идти. И потом, в любом случае, эти буквы будут получаться просто оригинальные. Как кто-то пишет, шедевр. Смешно, конечно, шедевр. До шедевра еще далеко нам пукать. Большинству резчиков из ютуба. Но все же, действительно, это получается очень красиво. Так. Сучок. Буква и краткая. Можно сразу и краткая для шляпки отсечь. Вот так, чтобы она нам не мешала. И поехали. Берем наклон. Как раз попадая на сучок здесь. И он ведет меня немножко в другую сторону. Но, значит, мы втыкаем чуть-чуть. Потом проводим еще глубже. И еще глубже. С той стороны надо будет вот так это сделать. Видно, видно. Самое главное, чтобы вам было все видно, ребята. Вот. И краткая шляпа. Идем далее. Вот насколько я на миллиметра 3-4 воткнул резак и веду под наклончиком. прохожу центр сучка. Он меня уводит в сторону. И я опять выравниваю резак. И веду до конца. Второй раз углубляясь. И веду до конца. Все. Все. Теперь опять я по первому разу, где я проходился, провожу. И она у нас отваливается. И все. Вот он, сучок. Вот он. Вот он. Уводил нас в сторону. Не давал нам. Смотрим, где она держится. Все отлично. Вот они, шляпки у и краткой. Вот первая. Вот вторая. И вот наша большая буква. Вот так вот. Подравниваем, где нужно. Где какие-то остатки. Но это потом еще мы к этому вернемся. Так. Вот у нас осталось еще здесь. Кусочки. Можно сразу вот здесь по второму контуру отсечь. Ушло. Здесь по букве. Как буква идет. Отсекаем. Ушло. Сейчас мы будем резать поперек. То есть отделять буквы. Мы отделили строчки. Теперь будем отделять буквы. Значит прорезаем все сначала в одну сторону. Сейчас мы режем именно те квадратики. Ту плитку, которая была, если не считая букв. Помните, здесь идет плитка. Квадратики. И вот эти квадратики мы будем и выбивать. А потом уже мы будем резать буквы. Поэтому сейчас выбиваю только плитку. Так. чтобы не вертеть картина я все прорезаю сначала одну сторону а потом лишь только поверну и порежу другую так вот у нас осталась вот эта часть отделить буквы от доски сделать между ними промежутки и тогда мы приступим к вырезанию самих буковок слава богу бог дает людей которым интересно моя работа я выбрал себе одну тему я не помню рассказывал уже как я к этому пришел чтобы резать эту тему так еще буква е ладно так вот они буквы б я перевернул начали и продолжили другими буквами наша задача вот треугольники сейчас выбрать раз друзья текли меня немножко так подвину камеру поближе сейчас буду я вырезать дальше значит вот буковки b вот таким вот образом убираются это все я уже смотрю что видео получается такое длинноватенькое но все же думаю кому интересно тот посмотрит как я режу каждую букву это действительно будет полезное видео это не то что снимаю чтобы появились у меня еще какие-то подписчики я действительно делюсь с вами ребята делюсь тем что я умею делюсь тем к чему я пришел с годами опустил карту пониже камеру то есть и посмотрите буква ж буква е это тоже самое как вот е если это убрать вот она е перевернутая как здесь так и здесь вот она буква е то же самое буква е вот буква в те же самые треугольники чтобы вам это было видно очень сложно когда нет достаточно памяти и приходится по 20 минут записывать и скидывать мне хочется повторяться и показывать одни и те же букву букву е вы видели в ж в принципе принцип сам понятен вот буква н видите здесь такой наклон здесь вот такой вот не верчу доской я повернул резак и отрезал вот буква п вот буква п вот так это еще делается поверачивается доска это большая доска ей крутить вообще трудно не надоел я вам ребят столько снимать времени времени я не знаю найдутся ли такие хребрецы которые просмотрят все напишите мне пожалуйста в комментарии кто просмотрел все от начала до конца мне интересно было ли это полезно все стоило ли это вот так вот все прям снимать здесь буква о я расширяю немножко потому что маленький треугольничек был в ней она вот так закруглится потом или сейчас так буква м буква м такая же история вот раз вот тут она видите пошло прям откалываться сюда ладно мы поможем только возьмем отсюда сюда раз и два раз и два раз и два в самом начале неправильно я взял резаком ударил и оно пошло откалываться так тут надо подрезать плохо видно так и вот как я делаю раз два тоже везде должен быть наклон прямо прямо резак не надо везде друзья закончили мы буквы то есть есть текст сейчас я покажу как это все выглядит некоторые повторяющиеся уже буквы я вырезал сам без вас но практически все мы сделали вместе где-то здесь я уже начал закруглять вот о квадратное как было вот с да она закругляется сейчас я хочу с вами это сделать я установлю камеру я думаю здесь ничего сложного нет вот к примеру вот она да это буква о это кстати вот те плиточки о которых я говорил вот пробел он остался плиточкой в принципе каждая буква это была вот такая плиточка как это как это и когда я для себя режу я уже говорил я не делаю вот эти темные контры я даже не рисую буквы я просто пишу допустим беру карандаш и пишу допустим там это буква б легонечко и все а остальное вот эти треугольники там я вырезаю уже по ходу дела сам значит что я делаю вот здесь о уже закруглена вот эту о нужно закруглить просто срезаю вот так вот уголки срезаю уголки у b тоже здесь уголочек срезанный должен быть это мы все вот так подравниваем саму b в эту сторону дадим тоже немножко чтоб она смотрелась как красивее и то даже после закруглений это еще будет не все в принципе можно оставить и так но для того чтобы добиться красоты которой я хочу я вставлю в это видео фотографию той работы по которой был сделан заказ и вы посмотрите на те буквы срезаются где буква должна быть закруглена там срезаются углы сама буква в вот смотрите буква в она идет вот так и потом здесь кусочек срезается Продолжение следует...